Продолжение следует... ...на футбольном поле. И вот такая встреча. И нам хотелось бы спросить, Сергей, что для вас лично и для вашей семьи значит война. Как она прошлась по вашим старшим поколениям? Прошлась, конечно, серьезно. Я думаю, нет ни одного практически человека, если брать предков, своих бабушек, дедушек, кто бы ни пострадал, то ли на степени войны. И то количество погибших, которые погибли, защищая Ленинград, Санкт-Петербург, не поддается, наверное, даже осмыслению. И естественно, что наша семья и мои родители, и все верующие люди. Такое боговодное дело, как основание, освящение, основание. Я не мог пропустить, учитывая, что есть у меня свободное время. Я с удовольствием приехал для того, чтобы посмотреть и принять участие в этом освящении. В той войне ваша семья, наверное, тоже поднесла какие-то потери? Конечно, конечно. И в войне, и довоенной, и послевоенной голодовки очень много моих родственников погибли. Но вы все-таки многие, как раз кратный отец, и вы, наверное, своим детям пребываете не только любовь родителей, но желаете, чтобы эта година для них никогда не повторилась? Конечно. Я думаю, практически все люди думают так же быть. Это отцы семейства или не отцы семейства пока еще. Думаю, каждый человек мечтает о том, чтобы она никогда не повторилась. Я думаю, что в этом храме будут люди, политые земли, которые будут молиться за мир, за процветание нашей народу. Конечно, будут молиться за них, будут приходить сюда юные, подрастающие поколения. Здесь будет церковная школа и, конечно же, образование, просвещение детей нашего подрастающего поколения. От этого зависит будущее наше, нашей страны. Мы желаем счастья вашей семье, вашим детишкам, чтобы они росли здоровыми, умными, слушались родители. Успехов вам большое. Спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!